Добрый день. У нас сегодня 12 число. С праздником. С праздником. Вот самое интересное. Союз не рушит. Не надо послушать. Что, гимн нельзя петь? Подслушают еще что-то. День России, нельзя петь гимн. Я отказываюсь пить за этот тост. Все свидетели, я хотел спеть гимн, но пятая колонна мне не дала этого сделать. Шестой графой. Нет, у него не шестая. У меня 12. У тебя 2 шестых, что ли? Нет, у меня 12. У нас твой по 1 шестой. У вас у каждого по 1 шестой? У вас какой? Пятая на самом деле. Хефиц вот сейчас пьет чай. Я хочу сказать, что сегодня я хотел говорить совершенно на другую тему. Хотел поговорить о школе, о школьниках, о ЕГЭ и так далее. Но тут вырывается доктор Хефиц с большим ножом. А вы ягнята типа? Да. Ну и молчите тогда. И нам рассказывает, что на самом деле сейчас я совсем забыл, что у нас мало того, что сегодня троица, сегодня у нас еще и день России. Честно говоря, я со своим маразмом совершенно про это забыл. Он говорит, что надо же людей поздравить. Ну естественно. Поэтому сегодня у него, собственно говоря, тема. Он, собственно говоря, сам помнит. Я к стыду своему кстати забыл, что сегодня троица. Сегодня троица. А что ты не покажешь? Я все помню. Помнишь, да? Поэтому, значит, я что хочу сказать. Во-первых, всех с троицей, кого это касается, да? А с ним можно поздравлять? Это я что делаю? Это нас не касается. Хотим мы или не хотим, Бог есть. Не, не, я не про Бога. Я говорю, что можно поздавать, потому что это основное. Есть на кладбище люди там. Я не знаю. Просто всех с троицей. Я очень плохо разбираюсь во врядах. На всякий случай поздравлю. Вот. Ну и с днем России, естественно. Значит, вот и я, собственно, почему-то, так сказать, настоял на сегодняшней встрече и на теме. Потому что мне кажется, что что говорить о школьниках. О школьниках, во-первых, говорить рискованно. Потому что скажут, что мы педофилы. Этого делать нельзя. А мы все равно поговорим о школьниках, и пусть нас скажут. Я думал, ты скажешь, мы все равно педофилы. Нет, это может хефис, я не знаю. Да. Я нет. Я абсолютно... Старая лесбиян. Я лесбиян, да. Поэтому о школьниках говорить мы не будем сегодня. Сегодня. Я настаиваю, да. На своем. А говорить мы сегодня будем о России. Да. Потому что сегодня День России. Да. Да. Ну и поздравляю всех заинтересованных лиц и тех лиц, которые думают, что они заинтересованы. И не очень заинтересованы. Да. Я, собственно, хочу вспомнить. Во-первых, я хочу всех призвать. Вот я, так сказать, чтобы не забыл, я с самого начала хочу всех призвать прочесть книгу Бердяева «Философия неравенства». Да. Книжки читали. На мой взгляд, это лучшая книжка у Бердяева. Самая лучшая. Поэтому купите ее. Она продается в магазинах. Может быть, даже и скачать можно. Я не знаю. «Философия неравенства». Бердяев. Человек, который эту книгу прочел, все поймет о России, о себе и о множестве иных вещей. Так вот, призвав всех прочесть эту книжку, я хочу поговорить о нашей шизофрении. Шизофрении? Шизофрении. То есть ты хочешь поставить диагноз целой страны? Это не я. По счастью, гораздо более умные люди. И до меня задолго. И тот же Бердяев. У Бердяева это звучит так в «Философии неравенства». Русский народ невменяем, ибо страдает метафизической психопатией. Метафизическая психопатия – это сложно. Мы не станем на эту тему говорить. Мы, ну я во всяком случае, хотел бы заострить внимание всех присутствующих и отсутствующих на явной шизофрении, которой население России, Советского Союза, а теперь Российской Федерации страдает в течение, ну, может быть, тысячи лет, а может быть и больше. Тысячи лет? Да. То есть как крестили Русь? Ну, дело, какой крестили Русь гораздо раньше. То есть, когда нас спрашивают, в чем причина всех наших бед, ну, или не нас спрашивают, или мы спрашиваем, дается, как правило, огромное количество ответов. Одни указывают на рабство, другие указывают на холопство, третьи указывают на то, что умом Россию не понять. На цитаро-монгольское иго. На цитаро-монгольское иго, на битву на Чудском озере, где под лед пошли, видимо, совсем не те. Нам бы поучиться у них, они под лед пошли. Короче говоря, указывают на разные вещи. На мой взгляд, все эти вещи являются следствиями. На мой взгляд, причиной всех бед населения России является то, что называется национальным характером. Вот ведущей чертой национального характера, по несчастью так случилось, на мой взгляд, ведущей чертой национального характера является психопатия. Тяжелая, по большей части истероидная, но она с шизоидным компонентом ярко выражена. На русский переведи. Я понимаю, люди могут не понять. Легко. Истерик – это человек, чье поведение демонстративно. Он все делает неискренне и все делает на показ. Он все делает так, как будто за ним всегда наблюдают. И он хочет поэтому произвести некое впечатление. Поэтому истерик – это человек, лишенный искренних побуждений. Он живет на показ. И не случайно самые лучшие истерики – это актеры. Театр, кино. Ну или наоборот. Самые лучшие актеры театра и кино – это истерики. Это давно известно, что нормальная психика, хорошим актером быть невозможно. Так вот, истероидной психопатией, на мой взгляд, страдает все население Российской Федерации в генетическом плане. И, ко всему прочему, эта психопатия осложнена шизоидным компонентом и параноидальной акцентуацией. Сейчас все расшифрую. Шизофрения – расщепление сознания. Шизос – расщепление, френос – сознание. Значит, вот этот человек или это население Российской Федерации, страдая истероидной психопатией, одновременно проявляет признаки глубокого расщепления сознания и одновременно проявляет признаки параноидальной акцентуации. То есть оно, это население, глубоко уверено в своей правоте, богоизбранности и непогрешимости. Да как не только русский народ тогда в таком смысле? Не знаю. Я за границей не жил. Я всегда жил в России. Выезжая ненадолго за границу, я не мог, так сказать, так глубоко проникнуть в душу какого-то другого народа, чтобы сравнить его с народом нашим. Поэтому я буду говорить о той стране, где я живу, и о населении той страны, в которой я живу и среди которого я живу. Так вот, все наши беды именно отсюда. Мы психически больны. Мы, как я уже сказал, все делаем на показ. Страдаем тяжелым расщеплением сознания, которое проявляется в расщеплении целей и средств, ведущих к этим целям. И ко всему прочему, при всем при этом, мы уверены в том, что мы народ богоносец, во всем правы, всех победим, лучше всех, глубже всех. И вот сюда же относятся эти знаменитые разговоры о русской душе, великой и могучей, которую умом понять нельзя. Вот, собственно говоря, причем, так сказать, ум даже маломальски наблюдательный признаки этой шизофрении может увидеть на каждом шагу. У нас герб Российской Федерации и двуглавый орел, и флаг наш, это российский трехцветный флаг, да? Но это у многих странах, двуглавый птиц. При этом поем коммунистический гимн. Вот это вот грустная самая вещь. Ясно, да? Мы декларируем, что мы либералы, и при этом экономика наша даже черты либерализма не носит. Она носит черты коррупционной, квазисоциалистической экономики, где якобы все распределяется по заслугам, а на самом деле все распределяется не по заслугам, а по признаку личной преданности раба своему господину. И вот эти, на каждом шагу, вот если вы просто, так сказать, проследите, мы рвемся в ВТО, например, да? При этом мы не только не готовы к вступлению в ВТО, о чем знаем и мы, и те, кто хотели бы, кажется, нас туда принять, да? Мы всю нашу политику ведем, противоречащую тем принципам, которые исповедует ВТО. Ну и вообще вопрос, надо ли России в ВТО? Я не об этом, Андрей. Я говорю о том, что говорим мы одно, а делаем другое. Мы декларируем свою принадлежность к европейской цивилизации. На самом деле мы поддерживаем, любим, кормим, вооружаем всю мировую швань. Вот нет ни одной страны на свете, которая была бы фашистской, мерзостной и отвратительной, и которая при этом не ела бы из наших рук. Короче говоря... Хорошо. Примером не с числа, это понятно. Скажи, пожалуйста, почему мы такие? У тебя есть ответ на этот вопрос? Ну, разумеется, нет. Почему человек рождается... Почему ты родился Сашей, а я Юрой? Почему ты такой, а я Сиколь? То есть это случайной вероятностной мерзости? Нет, случайностей на свете не бывает. Вот судя по-моему, это вопрос мировоззрения. Да. Не будем этого касаться. Нет. Я тебе сейчас этим мировоззрением легко примерю, если скажу, что всякая случайность есть проявление непознанной закономерности. Нам просто не хватает срока нашей жизни, чтобы увидеть, что все, что происходит с нами, не случайно. Ну, это... Живи мы тысячу лет, Саш. Это недоказуемый тезис. Ну, почему? Смотри. А потому что, может быть, не прослеживаемый, может быть, в принципе, недоказуемый. Почему? Нет, мы не можем об этом говорить, потому что у нас нет доказательств. Вот. Мы слишком малый живой. Это вопрос мировоззрения. Мировоззрения. Окей. Окей. Хорошо. Значит, ну, я считаю лично, что это глубоко не случайно. Если верить в Бога, понятно, почему это не случайно. А если не верить в Бога, то это с той же степени не случайно, в какой степени не случайно возвращение кометы какой-то. То есть ты имеешь в виду, что на этой планете какой-нибудь народ должен был быть таким? Безусловно. Поэтому, например... Совершенно верно. Совершенно верно. Впоследствии оказалось, почему он родился таким. Он родился таким, потому что Россия – это хрящ между двумя позвонками. Мы прокладка, прослойка между двумя непримиримыми культурами. Да, между азиатской и азиатской. Совершенно верно. Я обожаю высказывания Киплинга. Запад есть запад, восток есть восток, и им не сойтись воверно. Это может быть в этом дело? Может быть. Не надо искать какие-то сложные объяснения. Нет, но это же тоже не причина. А мы об этом однократно говорили. Почему? Это как раз причина. Нет, это не причина. Само наличие двух противоречащих культур – это следствие какого-то замысла. Зачем нужны две противоречащие друг другу культуры, разделенные некой демпфирующей прослойкой? Нет. Две культуры сошлись в конкретной географической точке, где мы оказались проживающими. Почему именно здесь? Мы тоже не знаем. Нет, почему? Это другой вопрос. Нет, это все замысел. Возможно, именно эта причина. Может быть. Первые условно-прироссияне уже попали под это. Может быть. Но я думаю, что это, скажем так, не первая причина. Это причина какого-то порядка, у которой тоже есть причина. Но это мое личное мнение. Нет, все народы так иначе обусловлено тем местом, где они живут. У ивенков, и финнов, как говорится, есть определенные национальные характеристики. Потому что они живут именно там, они в виде севера, потому что мы пограничники. Да. Вот. Так вот. Вот. Пограничное состояние. Вот. Пограничники, да. Правильно. Во всех смыслах этого слова. Это одна из причин. Я сомневаюсь, что это первая причина, но это достаточно глубинная причина. Значит, пограничное географическое положение породило пограничное состояние психики. Это совершенно верно, да? В следствии этого мы не можем патологически, генетически, мы не можем извлечь ни один урок из того, что с нами происходит. Потому что с нами происходят разные вещи. Как происходят разные вещи с некой точкой, которую раздирают в противоположных направлениях две силы. С нами никогда не происходит что-то одно. С нами всегда происходит как минимум два события. С нами не скучно? Нет. Россия с нами не скучно. С нами не скучно. Это, кстати, прекрасный слоган. Слушай, какой слоган, а? До границы. Россия двоеточие. С нами не скучно. Слушай, Саша, дай я пожму твою мужественную руку. Прилетайте со своими отпечатками пальцев. Прости, пожалуйста. А их примут здесь? Примут. А, окей. Так, собственно говоря, как бы мысль-то моя уже понятна, да? То есть, с одной стороны, это является как бы оправданием. Если мы нуждаемся в оправдании, но хотя бы в своих глазах, да? То это как бы является оправданием. С другой стороны, это унизительно. А с третьей стороны, это обреченность. Ну, совершенно верно. Нет, это обреченность в любом случае. Унизительно это или не унизительно. Унизительность может быть временной, а обреченность это, извини, навсегда. Вот. Нет, ты меня опережаешь немножко. Вот я, понимаешь, вот я сказал, что... Пойду покурю. Да, нет. Подожди, как? А, а я? А, а я не курю, я забыл. Да, так вот, значит, это как бы данность такая, да? Что меня страшно возмущает? Вот жутко возмущает меня. Возмущенный. Да, возмущенный. Я имею основания полагать, что я не самый умный человек в этой стране. Оснований этих у меня очень много. Я полагаю, что из 140, скольки-то миллионов живущих в России людей, ну, 10-то процентов, уж наверняка, точно поумнее меня. И что? Если я понимаю то, о чем я сейчас говорю, очевидно, это понимают миллионы людей. Так ведь? Да. И что? Если я понимаю, что я болен, какой вывод из этого... Минуточку. Вот вы мне объясните. Вот я понимаю, что я болен, вывод из этого какой? Я должен лечиться или нет? Должен лечиться, однозначно. Почему однозначно? А если тебе хорошо в этом состоянии? А, ну, другое дело, что если болезнь, как говорится, тебе не вызывает и неудобств. Именно у тебя. Вот, вот, смотрите. Не у окружающих, а у тебя. Вот, смотрите. Нам всегда наплевать на окружающих. Ну, это да. Ну, это есть на окружающих. На окружающих-то ладно, нам на себя наплевать. Вот ведь что. Это уже грустно. Вот, понимаете? То есть, смотрите, значит, что я вижу в массовом порядке? Я вижу в массовом порядке, что люди, осознающие, что они больны, не только не предпринимают в массе свои усилия для того, чтобы выйти из этого состояния. Наоборот, они несут это как флаг. Они гордятся этим. Ну, только не называют себя больными, разумеется. Ну, естественно, они называют это. Отлично, девушка. Жалко, что вас с нами нет. А так все хорошо. Мера, вот так. А, отлично. Так вот, дело в том, что, понимаешь? Ты когда-нибудь дошутишься. А что будет-то со мной? Я тебе потом расскажу. Не-е-е. Саш, я тебе опережаю тебя. Я хочу сказать. Меня спас Фейсбук. Вот пока мои стихи лежали в столе, я боялся смерти. Я тебе объясню. Я боялся смерти, ареста. Я боялся. Теперь, когда я уже... Ну, вот, Андрюша, свидетель. Несколько книг, по-моему, у меня уже в Фейсбуке лежат стихов. Мне ничего не страшно. Он многотомный. Как у Макса Сыгн. У меня совершенно не... У меня 1150 френдов. Больной. У этих френдов есть еще френды. Больной. Исцелись. Нет, я не говорю, что я здоров. Окей, окей. Окей. Канал рекламировать Фейсбук. Он тебе денег не заплатит. А мне не надо от него денег. Я хочу от него чистой любви. Это любви обращенной ко мне. Что такое? А, понятно. Так вот, значит, то есть, не только мы, тут я буду говорить мы, потому что я такой же, не только мы не хотим лечиться, мы с гордостью несем это над своей головой как флаг или как крест. Одни говорят, это глубинная русская душа, великая, непознаваемая и могучая. Другие говорят, это та плата, которой я оплачиваю свой талант. То есть, это тоже гордость, понимаете, гордость больного человека. Да уж. Да? Третьи говорят, а пиндосы поганые. Ну, тут, так сказать, комментариев не надо. Так вот, понимаете, власть российская очень давно, ибо она дитя своего народа, очень давно поняла это и всячески это педалирует. И вот этот спортивно-пивной патриотизм, Америка, Паража, Победа будет наша, это все замечательно эксплуатируемый тренд гордости человека, который свою болезнь несет как флаг над своей головой, сделал ее своей профессией, сделал свой диагноз своей судьбою. И не только не собирается выздоравливать, лечиться, что-то предпринимать, извлекать уроки из своей судьбы. Нет. Он собирается гордо нести по миру это знание. По-моему, это был прекрасный тост. Чуть-чуть затянутый. Выпьем зато. Но прекрасный совершенно. Ты, кстати, говоришь о глобальных масштабах, а я вспоминаю огромное количество людей, именно людей, которые примерно точно так же идут по жизни, то есть ведут себя в принципе. Да. То есть они болеют, они не хотят этой болезни лечиться, они не то чтобы гордятся, может быть, они просто, как сказать, многое что прячут за эту болезнь. Они списывают на то, что я больной, если бы пойти и вылечиться, они списывают на то, что больной какие-то вещи, которые можно было бы делать, если бы больной не было. Тоже правильно. Вот. Может быть, это и в глобальных. Тоже правильно. Ведь можно вылечиться в глобальном масштабе. Можно. Но мы не хотим. Не хотим. Мы все время строим какой-то странный государство. Потому что нам очень удобно. У меня в жизни ничего не получилось, потому что я болен. Да. Вот я такой. Я хилый, да. Да. Не хилый. Я могучий. Я не от мира сего. Этот мир создан для денег, для карьеры, для материальных блаженств. А я высоко духовный. Я болен, как сказал бы Пастернак, высокой болезнью. И вот этот диагноз мешает мне влиться в этот мутный поток бабкоделателей разных стран и разных народов. Я выше этого. Понимаешь, да? А я вот вспомнил знаменитую цитату из одного немецкого автора. Ихбин больной. Ихбин больной. Совершенно верно. Нишце. Ты написал. Короче. Как с этим лечить людей? Вот. Чаем. Чаем. Чем сводится мой пафос? Мой пафос сегодняшнего выступления сводится только вот к чему. Первое. Я, кто еще этого не понял, я бы очень хотел, чтобы все поняли, что мы больны. Вот это первое, что надо понять. Доктор. А дальше перед тобой лежат, как в той сказке, налево пойдешь, направо пойдешь. Значит, дальше перед тобой лежит много дорог. Можно лечиться. Что такое лечиться? Это попытаться ввести свою психику в режим, ну, хоть какой-то вменяемости и целесообразности. То есть смотреть почаще на так называемые европейские народы, которые по большей части ведут себя достаточно разумно, целенаправленно и рационально. Вот он весь хейфец. Точно опять на своим вашингтонским отхомом где-то договорился. И пришел нас тут каким-то европейскими странными какашками закидывать. Минуточку, Вашингтон-то он не в Европе. Че с тобой? Договорился с кем-то другим обкомом? С французским? Спасибо, не сказал, с Тель-Авивским. О, я знаю, с Рейхстагом он договорился. Недавно в Германию таскался столько времени. Ну, нету, там же нет Рейхстага. Фигня ты нашел его. Хорошо, ладно, нашел. Итак, первый путь это попытаться вот так вот вылечиться, да? Второй путь это, собственно говоря, сделать, как я уже сказал, свою болезнь предметом своей гордости. То есть мы такие, Америка, Параша, Победа. Это тоже выход, кстати. Это тоже выход, чтобы вот эти вот мучительные раздумья куда-то загнать в угол. Ходить на стадионы толпами. Орать, мы победим. Это, правда, так сказать, приводит к такой, как бы, внутренней агрессии. Я помню, когда болельщики какого-то клуба спортивного написали болельщикам «Динамо» московского на стадионе «Сдох ваш Яшин, сдохнет и Динамо». То есть вот этой агрессии нет конца, понимаешь, да? Но это побочный продукт, да, это не то слово. Это побочный продукт, так сказать, всех этих дел. Итак, второй выход это нести как гордость, да? А третий не нести как гордость, а нести как оправдание. Да, у меня ничего в жизни не получилось, потому что я не от мира сего. Я, так сказать, вот такой, так сказать, высокодуховный, тонкий, не созданный для мира карьеры и денег человек. Вот такая у меня судьба. Ну что ж. А мы с Хейфицем не высокодуховные, толстые, не созданы ни для чего, только болтаем. Я просто заканчивая свой бессвязный монолог, я просто что хочу сказать-то? Что в любом случае просьба у меня одна. Апеллируйте к себе. Вот я очень всех прошу, умоляю, не надо лечить страну, не надо лечить народ, не надо лечить власть, не надо лечить СМИ, не надо никого лечить, кроме себя. Вот если вы хотите что-то сделать, начните с себя, с самых простых шагов, которые называются хорошее образование, профессионализм, достойное поведение на работе и в быту, посильное приобщение к русской культуре. Которое, кстати говоря, это же не секрет, да, что вот... Просто к культуре. Ну просто к культуре. Но почему я сказал к русской, я скажу, потому что, опять же, многие спрашивают, а если мы такие, почему у нас культура такая? Почему Достоевский, Пушкин, да? Так тут и нечего объяснять. Это отдельная история. Нет, ну именно... Какая такая? Ну какая, великая. О, началось. Нет, почему, а что? Я считаю, что... Нет, я считаю, что если России есть чем гордиться, так это культурой своей. Будем сравнивать культуры. Кто более великий? И что такое великое? Ну, сравнивать я могу легко. Я считаю, что ни один народ мира не дал человечеству примеров таких массовых примеров, таких взлётов, как русская культура. И наука, между прочим, тоже. Да, и наука, между прочим. Ну, тут я поспорю. Кстати говоря, и количество Нобелевских лауреатов это показывает достаточно ясно. Тут я поспорю. А вот насчёт культуры я могу сказать, что... При всём моём уважении к странам Западной Европы, даже Великая Германия не дала миру такого количества. Юра, я тебя умолю, а как мы можем это сравнивать? Ну, я могу спросить. Германия дала нам великом классическую... Совершенно верно. И закрыла эту тему раз и навсегда. Ну, пусть так. Философия, два. Нет, Саша, подожди. Хорошо. Давай я тогда исправлю свой тезис. Я скажу, что мы внесли некую неповторимую интонацию в мировую культуру. Так можно говорить? Это другое дело. Да. И что эта интонация действительно потрясающая, на мой взгляд. Так вот... Кстати, в полной мере отражающая психопатия. Да, вот, 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 вот. Я хотел сказать, что уделяться этому нечего. Потому что такие взлеты, такие свечки, они как раз и возникают на фоне тяжелейших недугов таких. Ну, это гений с роднему вымешательству и так далее. Так вот, друзья мои, я считаю, что каждый, тот, кто хочет, должен что-то делать с самим собой. И, так сказать, после вот этого моего горячего обращения к каждому из нас, да, я хотел бы в качестве такого, ну, одного из ярких примеров, значит, нашей вот этой вот, так сказать, шизоидной акцентуации, да, привести один вот такой пример. Я просто из Фейсбука, кстати, это, так сказать, вытащил, что каждый день, буквально каждый день я встречаю яростное столкновение фейсбучников на тему «Идти на выборы или не идти?». Ну, скоро же 12-й год, и как бы вся эта истерия-то нагнетается. И вот возникает, как бы, крик «Идти на выборы или не идти?». И я просто вижу, что, с одной стороны, люди прекрасно понимают и видят, что никаких выборов нет. Что это фикция, что они бессмысленные. Ну, как при советской власти тоже. Как при советской власти. Мы тоже ходили за каких-то риктов, мы не знали. Нет, при советской власти, насколько я помню, за неявку... Да, нет-нет, это, во-первых, не было выбора, а, во-вторых, при советской власти, насколько я помню, был жесточайший репрессивный механизм. Не прийти на выборы и голосовать, это был демарш. За него можно было сильно поплатиться. Нет, ну, просто тебе приходили домой, и ты подводил людей. Они не могли оставить учебник свой, пока все не придут. Да, и так тоже. То есть такая вот, значит, круговая порука. А это протест был условный. Но были репрессии, если, так сказать, доходило до определенных, так сказать, органов, что ты не ходишь на выборы, у тебя могли быть крупные неприятности. По принципиальности. Да, по принципиальности, да, да. Вот. А вот, значит, а вот сейчас-то, так сказать, значит, с одной стороны мы все понимаем, что никаких выборов нет. То есть выбор есть, но выборов нет, да? Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что это просто смешно, ходить на этот участок и делать то, что заранее... Ты ходишь? А? Ты ходишь? Вот смотри, я один раз в жизни сделал уступку своей жене, и когда были выборы президента последний раз, я проголосовал за Медведева. Я тоже, говорит, я тоже голосовал за Медведева. Я тогда, когда сказал, что тоже ходил. Я почему это сделал? Я виноват, я каюсь. Я это сделал, проклиная себя. Просто я никогда с женой не спорю. Ну, она просит, я делаю. Я ей сказал, ты понимаешь, что это бессмысленно? Она сказала, я тебя прошу, пойдем. Окей. Мы пошли, я проголосовал за Медведева. Я дважды. Я голосовал в свое время за Ельцина. Ну, сегодняшний у нас 12 часов. Нет, когда-то я голосовал за Ельцина, когда вот эти начало там... Это действительно, потому что, ну а что? Ну, я голосовал за Ельцина до, да, да, нет, да. Вот до этого момента. Это-то само собой. Нет, я вообще был за Ельцина, потому что мне крайне нравилось, что он разрушает всю эту жуткую мразь. И, кстати, это, опять же, определенным образом к сегодняшнему дню, потому что День России же почему? Потому что сегодня, точнее, вчера был избран как бы первым президентом. Ну да, ну да. Мне ужасно нравилась работа Горбачева и Ельцина, потому что из них каждый по-своему разрушал Советский Союз и всю вот эту дряхлую, отвратительную вот эту вот, так сказать, машинерию, которая мне надоело... Хотя я, лично, я больше за Горбачева, чем за Ельцина. Ну, за манерой. Они разные. Манера разная, да. Способ был разный, подход был разный. Ну и время было разное. Согласен, но я в любом случае. Но это уже отдельная тема. Окей, это отдельная тема. Да, да, да. И так, понимая, в общем, что выборы – бессмысленное дело, мы все равно идем голосовать. Зачем мы это делаем, вот я не понимаю. Вот я считаю, например, говорят о фальсификациях, да? Но все люди, которые разбираются в выборных, так сказать, вот этих технологиях, они говорят, что сфальсифицировать можно не больше 10% голосов. Остальные тупо не пришли. Совершенно, и вот я подумал, а что вот если в массовом масштабе страна не придет на выборы? Выборы не состоятся, и повторные выборы, потом повторные выборы, потом повторные выборы. Да, просто не потому, что это протест или Димаш, Саша, а просто люди скажут себе, бессмысленно это. Это нечего обсуждать, это в принципе невозможная ситуация. А почему? Ну, потому что хотя бы 5% всегда придет. Но этого мало. Нет, и есть прописанный механизм, как действие в таком случае. Что мы выдумываем тут? Все, все известно, все прописано. А что там? Ну, потому что последние поправки, которые были приняты, говорят, что вообще может не приходить, словно говоря. А, вот так? Окей, но в таком случае пусть каждый выполнит долг перед самим собой. Хорошо, есть поправки и можно не приходить. Так если можно не приходить, и их все равно выберут, так зачем приходить? Я решил, что приходить надо. Хоть лично сам хожу почти никогда, то есть, как сказал, я ходил один раз, когда выбирали Медведева, и я принципиально пошел, хотя мне для того, чтобы пойти на выборы, это очень сложно. Надо ехать в участь Москвы, то и все, да. Андрюш, я даже не об этом сейчас, смотри, сейчас глупо говорить, ты считаешь надо, и ты пойдешь. Я считаю не надо, я не об этом. Я говорю о том, что огромное количество людей, зная и понимая, что бессмысленно ходить на выборы, что все решено до выборов, они все равно на них идут. Это тоже очень спорный тезис, Юрий. Я тебе хочу сказать, что таких вот, как мы, умников, сидящих здесь, собирающихся по выходным дням, даже в рамках Москвы, на мой взгляд, не очень много. В рамках России это вообще смешно. Так вот, основная часть населения считает по всем вопросам, которые мы поднимаем периодически, совершенно иначе. Абсолютно иначе. Она совершенно искренне поддерживает власть в одном лице, в другом лице, неважно, у нас единый во всех лицах. И совершенно искренне, часть ее значительная, ходит голосовать, веря в свои поступки. Другая часть, которая не так искренне, ходит по инерции голосовать, ничего не имея против этого, и не задаваясь вопросами, что, боже мой, зачем это делать, и все так глупо, не задаваясь этим вопросом. Понятно. Эти вопросами задаются только, условно говоря, 4-5% населения именуемой интеллигенцией. Которые не решают ничего. Которые всегда чем-то недовольны. Ну, окей. Гнусные, мерзкие гады. Это их функция. Ну, значит, я привел плохой пример. Если абсолютное большинство населения верит в телицеобразность выбора... Послушайте, если бы основная, самая многочисленная часть населения вообще относилась бы к нашей жизни иначе, у нас была бы другая власть давным-давно. А это невозможно. Потому что Юра же в первой части обсуждения сказал, что это об условном месте, где мы живем. Я говорю, если бы. А если бы это была бы другая страна? Нет, нет, вот я и говорю, что была бы другая страна. Саш, не напрягайся, голос, голос. Я говорю, что была бы другая страна. Это была бы другая страна. А так как это не другая страна... Потому что совершенно очевидно, что эти ребята наверху, там наверху, только потому, что... В этом монастыре так принято. Их не... Они не раздражают тех, кто... Все правильно. Вот и все. Все правильно. Я неоднократно уже по этому поводу говорил, что здесь абсолютно правильное правительство. То правительство, которое нужно для данной страны. Ну, как всегда и везде. Это нормально. Нормально. Это нормально. И в таком случае вообще как бы тут не о чем говорить, что называется. Кто хочет, пойдет голосовать. Я вот просто могу сказать за себя. Я не пойду ни за что в жизни. Даже если меня попросит моя горячая любимая жена. Ты больше не ссорится? Я не буду ссориться, я просто не пойду. Я тоже так думаю. Тогда у нее были планы и надежды. У меня-то их не было вообще. Кстати говоря, вдруг мне в голову пришло, извини, я сделаю переброс такой. Да хоть два. Мне вдруг в голову пришло, что вот смотрите, наши правители, Думавират, наш тандем, ведут себя принципиально по-разному. И это тоже отражение шизофрении. Я думаю, что об этом стоит поговорить, когда произошла такая пьянка. Понимаешь, да? Принципиально по-разному. Расщепление вот этой власти эстетической. Я думаю, что их принципиальная разность суперпоказушная. Она только задевает самый верх восприятия нашего. На самом деле, они братья-близнецы. И не может там быть другой ситуации в принципе. В принципе, там не может появиться человек, который являл бы собой нечто иное, чем, например, ВВП. Не может. Потому что, видимо, действительно, власть сносит башню так, что люди меняются. Ты меня не понял. И попав туда, уже ни под каким предлогом, ни за какие коврижки оттуда не уйдут. Ты меня не понял. Я тебе сейчас... Значит, давай я расшифрую свой тезис. Я имею в виду психофизику. Вот смотри, Владимир Владимирович Путин... Ну, на уровне высказываний. А? Но не на уровне действий. На уровне действий тоже. Я смотрю, когда они выступают... Хорошо. В таком диапазоне, что смешно. Нет, нет. Я ведь говорю за себя. Смотри. Когда они выступают, я слежу за их мимикой. Ну, хорошо. Я могу тебе сказать. Владимиру Владимировичу Путину не стыдно никогда и ни за что. Дмитрию Анатольевичу Медведеву очень часто бывает стыдно. И что? Это для меня показатель того, что Владимир Владимирович Путин не мучается в глубине души своей. А Дмитрий Анатольевич Медведев мучается. Люди, они разные. Произошло это вот почему. Владимир Владимирович Путин воспитания не получил никакого. Да, это понятно. А Дмитрий Анатольевич получил хорошее. Какое-то там, да. Хорошее, нормальное. Он жил в семье, где папа и мама любили друг друга. Он жил в семье, где царил, это видно, лад. Где люди друг друга уважали. А этого не хватило, как мы видим. Кому? Нет. Смотри, человек может себя изнасиловать. Потому что он там оказался. Нет, нет. Послушай меня. Человек может себя изнасиловать. Скажем, приведу пример. Я очень люблю свою жену. А она, скажем, чистолюбивейший человек. Ну, скажем. Я в кавычки беру, да? И мне поступает предложение стать президентом страны. А моя жена говорит, давай, 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 мы сделаем это, мы сделаем то, давай, то, все, пятое, десятое. А я ей говорю, Валя, ну я условно, да? Валь, ну это же стыдно. Ты посмотри, что происходит. А она мне говорит, да ты пойми, мы потом от этого освободимся, мы зато потом навсегда будем богатые люди. Мы уедем отсюда, мы нормально проживем, мы сыну дадим достойное образование. У нас будет нормальная жизнь. С Россией все равно ничего не сделаешь, говорит она мне. Но нам-то какой шанс выдает? Это я пример просто приведу. Я просто не очень понимаю, почему именно такой пример ты приводишь. Ну, потому что я вижу, это показатель того, что Дмитрий Анатольевич Медведев очень часто переступает через себя. То есть тебе кажется, что ситуация описана тобой, это его случай? Да. Мне так кажется. Мне так кажется. То есть он глубоко циничный человек? Не циничный. Не циничный. Он глубоко любит свою жену. Заложный к обстоятельствам? Нет. Он заложный к своей любви. Хорошо. Ну, это то же самое. Да. Это вынужденный цинизм? Ну, это не цинизм. Цинизм подразумевает отсутствие душевных рук. То есть лично он человек порядочный? Да. Да. А вот вокруг так себе? Да. И он мучается страшно. И знаешь, какой был ужасный момент, когда он чуть не потерял сознание, Саша? Неужели? Да. Была пресс-конференция, я так как врач это видел, была пресс-конференция в Сколкове. И какой-то журналист, но единственный нормальный парень, встал и сказал, Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, чем опасно выхода? Ты видел, что он сделал? Ты видел, что он сделал? У него наступил страшный... Вся кровь бросилась ему в голову. Но неожиданно. Он вздрогнул. И чтобы как-то это скрыть, он стал что-то судорожно вычеркивать фломастером своей бумажки. И вот за эту секунду он подавил этот ужасный взрыв, который в нем... Я это видел очень хорошо. Понимаешь, то есть... Я к чему это все веду? Я далек от того, чтобы в чем-то его упрекать. У каждого своя судьба и своя дорога. Я говорю, что эстетический раздрай нашей власти... Да ты тот двуглавый орел, который смотрит в разные стороны вообще. Ну вот на этом символе можно остановить. Вот. Это шизофрения тоже. Не приходя. Я... Окей, не буду. Пусть. Хорошо. Я просто сомнение высказываю, да? То есть это еще один... То есть вот этот раскол, он идет с самого верха до самого низа. Когда правая рука ломает левую руку. Правая нога ставит подножку левой ноге. Когда печень и поджелудочная железа враги друг другу. А самое интересное... Знаешь? И самое неприятное, то, что при этом в обществе происходит какая-то такая тихая, такая латентная гражданская война. Так она всегда идет. Она никогда... Ты знаешь, дело даже не в этом. Одно дело, когда это какие-то партизанские войны... Это пик, это всплеск. Вот. И эти всплески уже доходят до чего? Вот я просто к чему сейчас тоже это все дело вспомнил. Потому что когда это выходит уже открытое, когда люди абсолютно открыты в публичных средствах массовой информации. Называют главную партию партия жуликов и воров. Вот. Причем это называется с экранов телевидения. Ни с интернета какого-нибудь, ни во дворах, ни в кухне, ни в кафе. Нет, это... В чем война, Андреич? Это ненормально. Нет, подожди, ты упомянул войну. Это очень сильное слово. Война средств массовой информации, война людей, война кого угодно. То есть вот война всего вот этого взятого. А в разных демократиях такого нет? Нет. Таких высказываний? Давай я расшифрую. Хочешь я расшифрую то, что он хотел сказать? Смотри. Вот если бы люди периодически выходили стенка на стенку, вот тогда... А это и есть выход стенки на стенку? Они выходят, Саша. Мы этого не видим. Это подавляется. Саша, они выходят... Ах, если бы они в кавычках выходили. Ты хочешь революции? Нет, я сказал в кавычках. Саша, Боже упаси, чтобы они выходили. Вот я тоже, я уже видал это. Гражданская война в России, на мой взгляд, идет всегда на поле каждого конкретного человека. Вот каждый конкретный человек в России поле битвы. Это просто жизнь этого человека здесь. Да. Это просто жизнь... Ты можешь называть так, другой называют так. Это жизнь этого человека здесь. Иногда эти волны попадают в резонанс, и тогда мы видим, как массы людей сносят все на своем пути. И вот это мы называем гражданской войной, бунтом, революцией. Но это не гражданская война. Это просто вулкан прорвался. Но магма вот эта... Интересно, какой пример ты приведешь к твоему только что прозвучавшему высказыванию, когда сносят? Какой пример ты приведешь? Какой пример я приведу? Когда вот они не сносят? Ну, я, например, считаю, что то, что в 91-м году называется демократическим движением, не является таковым. Абсолютно. Ни в малейшей степени. Не было ничего. Эта свобода упала сверху. Совершенно верно. Поэтому не была воспринята, усвоена. Абсолютно. Мне очень нравится шутка, которая входила из конца 80-х, 90-х. У нас нет свободы слова, у нас гласность. У нас нету, это самое, как же, там... Не забыл, что, ну, короче, вот в таком ключе было, что там что-то было. Знаешь, это же... У нас именно гласность и свобода слова. Это же, конечно, рынок у нас базар. Ну, там и так далее, да. Это же Разин. Он же не сказал, я пришел дать вам свободу. Он сказал, я пришел дать вам волю. Это, понимаешь, воля. То есть, что хочу, то... Вольница, да. Вольница. Уж я, уже тебе, уже тебе. Мы немножко отпустили от этой темы, которая коснулась вскользь, а надо бы о ней поговорить. Но это тоже... Ну, это, наверное, уже отдельно большая тема, вряд ли, да. Давайте отдельно. Я просто хочу сказать, что вот эта гражданская война внутренняя на поле каждого конкретного человека, это тоже отражение и глубинные шизофрения. Вот, и это, на самом деле, мне еще нравится, что тут вот такая ситуация, и, может быть, не знаю, там, шизофрения, шизофрения, но она проявляет, как лакусная бумажка определенных людей. Одни начинают подставиться по дну сторону, другие по другой, а третий проявляет просто себя, в том числе, не боясь, может, чего-то потерять. Как в свое время Галич, грубо говоря, не побоялся взять и начать говорить, как он считал нужным. Так сейчас есть люди, которые руководят телевизионными каналами. Антон, скажи я правду. Просто для примера, чтобы ты понял. У меня есть один знакомый, я по этическим соображениям не буду называть его имя и фамилию, он не был бы рад этому, да? Который лично знал Александр Акадьевич. И он рассказал мне, ну, я просто передаю его слова, не точно цитирую, а смысл. Он говорил, Галич, бывало, споет чего-нибудь, а потом две недели бегает по дому, заламывает руки и говорит, зачем я это сделал, идиот. Ну, может быть, и так, да. Понимаешь, да? Я его не унижаю, он велик. Я просто хочу сказать, что Галич поэт, это одно, а Галич человек, это совершенно... Хорошо, тогда прокомментируй, пожалуйста, вот этот вот позавчерашний, как говорится, Димаш одного из... Господин Президент, нам очень не нравится партия жуликов и воров, с ними нет будущего, а мы очень хотим жить в нормальной стране, чтобы папа не ругался на дороге, а мама не думала, где взять место в детском саду. Скажите партии, пусть они совсем не воруют. Пожалуйста. Ну, прокомментируй в таком случае, в этом же свете. Это отвратительно в том смысле, для меня это чудовищно. Вот когда дети, дети говорят подобное, это катастрофа. Катастрофа, когда взрослым приходит в голову... Вторая катастрофа, когда это приходит в голову взрослым в интернет запустить. Единственное... Не в интернет, это радио. Ну, радио. Это перу-уральское радио. Это катастрофа. Понимаешь, их целых две. Первая катастрофа – это, ну, порушенное детство ребенка, я вот так скажу. Потому что видно, что мира в его душе и счастья и покоя уже нет. Я не услышал, я могу просто... Ну, я свое мнение... А? Ну, ты хочешь сказать, что это отрепетировано? Конечно. Да-да, это просто гнусность вообще. Нет, об этом я говорю. Ах, ты об этом говоришь? Больше ни о чем. Нет, я-то думал, что это искренне... Да перестань, Юра, я тебя умоляю. Ну, ты думаешь, искренне ребенок пришел на радио говорить? Не пришел на радио. Это же понятно, сколько ребенку летит. Нет, не пришел на радио. Я хочу сказать, что это некая, скажем, семья, где, ну, не царствуют, но преобладают демократические наклонности. Ну, я бы сравнение высказывал. Это некая семья, где идут демократические разговоры, да? И что ребенок на стороне родителей, и что он пришел на радио, никто насильно его туда не вел. Я в этом более чем убежден. Ну, понятно. Но если вы считаете, что это просто отрепетированный такой... Ну, тогда это такой цинизм, который не уступает тогда... Отрепетированный, но я не знаю. Ну, это тогда по уровню цинизма это не уступает знаменитому путинскому поцелую в пупик. Моего вот этого мальчика. Это вообще вещи сопредельные, которые ничем вообще необъяснимы. Ну, это катастрофа. Вот эти поцелуи. Ладно, я хочу говорить. Остановимся, что это катастрофа. А вот то, что мы сейчас только что прослушали, это гнусность и гнусность. Окей. Для взрослого человека. Я согласен, да. То есть, вот это... Судя по тому, как лако все это было записано... Ну, тут можно расходиться в деталях, да. Но ты прав совершенно в том, что это катастрофа. Безусловно. Причем, двойная я хочу сказать. Во-первых, это катастрофа на поле жизни этого ребенка. Во-вторых, это катастрофа, которая творится в головах у взрослых родителей, которые привели туда своего ребенка и записали этот текст. Он должен играть в песочнице! Черт вас всех возьми! Он должен играть в песочнице! Хватит бузить, доктор. Ты уже прокомментировал. Я думаю, что на сегодня достаточно. Мы вроде бы все темы осветили. Я вообще прошу прощения за то, что я очень как бы так сбивчиво все. Ну, потому что... Нет, это нормально на самом деле. Ну, больно. Потому что я считаю, да. Когда у человека болит, он и бывает таким сбивчивым. Короче, я хочу всех поздравить с Днем России. Смотри, он что-то нашел. Нашел, выдаил. Ничего, он сейчас снова чай заварил. А, кстати, если чекаться пустыми чашками, получается громче. А мы пустыми не будем, там немножко есть. А, ну давай. На самом-то деле, я думаю, что мы еще раз людей... Вот Саша будет против, мы не будем поздравлять? Почему? Надо поздравить. Почему? Это праздник. Праздник. Ну, как? День России. Если иметь в виду 91-й год, да, то за рождение. Имеется в виду, да, сегодня. То совершенно определенный имеет смысл. Да. Не с нынешней России, а с той России. Ну, естественно. Это совершенно разные вещи. У нас был, слава богу, маленький промежуточек. Очень искренний, наивный, искренний. Но мы все знаем, какого он был качества и что мы туда испытывали. И вот за это я выводил. Ну что ж, тогда прозит. Прозит. И получает. Да, и до следующих выходных. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова